Новым транспортным коридором предложил воспользоваться государством-членом Организации экономического сотрудничества Азербайджан. Проходить он будет через историческую территорию нашей страны Зангизур и соединит основную часть республики с ее неотъемлемой частью Нахчеванской автономной республикой и Турцией. Тем самым в регионе появятся новые возможности для транспортного сектора. На онлайн-саммите ОС президент Азербайджана коснулся ряда важных аспектов. В первую очередь Ильхам Алиев еще раз отметил исключительную роль Турции и ее поддержку в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации. «Турция – наш брат, Турция – наш большой союзник», – подчеркнул глава Азербайджанской республики. Братские отношения связывают Азербайджан и с Пакистаном, и с Афганистаном. Ильхам Алиев поблагодарил глав государств и правительств стран, поддержавших Азербайджан в период войны в Карабахе. Вандализм же Армении на азербайджанских землях президент назвал враждой против всего исламского мира. «Представители международных медиа отразили факты умышленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа. Попытки Армении, оскорбившей чувства всех мусульман, расширять связи с мусульманскими странами – ничто иное, как лицемерие. С различных международных трибун мы призывали исламские страны к единству». Сейчас перед Азербайджаном стоит глобальная задача – это реконструкция освобожденных территорий. Города и села будут отстроены заново. Говорил глава государства и о том, как в стране борются с пандемией коронавируса. Азербайджан в этой связи – одна из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия. Республика оказала гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам мира. «Процесс вакцинации продолжается. Азербайджан осуждает неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами. Эта проблема будет поднята в Совете ООН по правам человека. Сегодня мы думаем о будущем», – подчеркнул Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют единую позицию в связи с реализацией транспортных проектов в регионе. Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от данного процесса. Кроме того, на саммите был подписан устав исследовательского центра организации. Размещен он будет в нашей стране.